Привет, друзья! В наше время проблем с туалетной бумагой нет. Она есть разных цветов, разной плотности, да и в наличии всегда имеется. Но так было не всегда. В начале 70-х годов прошлого века иметь в запасе несколько рулонов туалетной бумаги считалось роскошью. Почему так было? Первые упоминания о туалетной бумаге относятся к 589 году. Она использовалась при дворце китайского императора. При этом для придворных был простой материал, а для императора и его семьи были особые мягкие листы, пропитанные душистыми маслами. Первая в России туалетная бумага появилась в 17-м веке при правлении Алексея Михайловича, когда один из его послов привез из Китая новинку на родину. Но такую бумагу использовали только в царской семье. Весь остальной народ пользовался соломой, лопухами и снегом. С начала 19-го века в мире началась эпоха газет. Люди приобретали печатную продукцию, которую сначала использовали для получения информации, а затем уже и в гигиенических целях. В Европе туалетную бумагу начали изготавливать в 1880 году. Однако товар долго лежал на прилавках, так как люди стеснялись его покупать. В Советском Союзе туалетная бумага появилась только в начале 20-го века. Она поставлялась из-за рубежа и предназначалась для правящей верхушки Кремля и гостиниц, в которых останавливались иностранцы. Руководство СССР в то время полагало, что такие мелочи, как доступная туалетная бумага, могут обуржуазить советского человека. И привить ему ненужные ценности, поэтому в народ эти излишества не допускались. Собственное производство туалетной бумаги в Советском Союзе появилось только в 1969 году. Ее начали изготавливать в Ленинградской области на Сяйском целлюлозно-бумажном комбинате. Удивительно, но факт. В космос Гагарин полетел в 1961 году, то есть на 8 лет раньше, чем народ был обеспечен одним из главных товаров первой необходимости. Поначалу советские граждане не понимали, зачем покупать такой предмет роскоши и по старинке использовали газеты. Тогда, перед показами кино, стали запускать рекламу туалетной бумаги. А на заводах и фабриках ее начали бесплатно раздавать на пробу. И ее популярность значительно выросла. Купить новинку можно было только в Москве и Ленинграде, но и здесь она была дефицитом. Мощности производства не были готовы к такому спросу. Бумагу продавали рулонами не более 10 штук в одни руки. А по городу можно было встретить счастливчиков с необычными бумажными гирляндами наперевес. Кому понравилось видео, с вас лайк и подписка. Ну а я пошел искать новые интересные и необычные факты. С вами был Алекс Мосс. Спасибо за просмотр. До новых встреч.